Белый человек в национальной одежде джимбер с хвостиком самурая. В Японии на Роберта Хатмулина оглядывались. Впрочем, его легко заметить и на рижских улицах. Он выделяется особой осанкой, крепким телосложением. Роберту было 9 лет, когда родители впервые привели его в секцию каратэ. Мальчишка влюбился в этот спорт сразу и, как оказалось, на всю жизнь. Каратэ – это карма, это судьба, которая была уже предопределена свыше. Должен присутствовать стержень. Японцы называют это стержень или такое понятие смакота. Это уже изначально человек рождается с этим или у него этого нет. Я не состоялся как большой спортсмен, хотя я этого всегда хотел. Я всегда стремился на соревнования. У меня была травма, которая была не совместима уже с серьезными нагрузками совсем. Ну и у меня, конечно, в то время я уже преподавал, у меня были студенты молодые. Это вот жилка внутри дала возможность именно продолжить себя уже как спортивному педагогу. Я, наверное, строгий все-таки, строгий, требовательный. Потому что, как преподавали мне, у меня были хорошие учителя. И вот критерием является то преподавание, которое было, преподавалось мне. Мне нравятся люди, дети нравятся, с молодежью нравится. Она чистая, они максималисты. То есть мне вот нравится этот процесс, именно общение. Я сказал, зачем мы будем заниматься баскетболом, кто? Каратэ закончим заниматься. Кто бы пошел со мной? Ну, практически все сказали, что на самом деле они пришли не в направление заниматься, и не в каратэ именно конкретному человеку. Начал заниматься промоушеном спортсменов на японский рынок, так как это является вершиной боевых искусств. Япония для меня сегодня... Ну, это многое, я не скажу, что все, но это многое. Так как я ее сегодня открываю, я познаю ее сегодня. Она еще предстает передо мной в радужных красках. В Японии, конечно, больше всего поражает эта природа. Это абсолютно другой мир. Ну, я, как и любой человек, достаточно разносторонний. Я люблю музыку, блюз черный. Люблю пообщаться с друзьями. По ходу хожу, на рыбалке езжу. То есть люблю такой здоровый образ жизни. Я люблю баню очень русскую, обязательно прорубь. Боевики смотреть я не люблю. Ну, это достаточно ширпотреб. И, ну, к боевым искусствам серьезного отношения не имею. Читать детектива тоже не люблю. Я люблю читать художественную литературу классическую. Люблю японскую классическую литературу. Это, в принципе, такой настольной книгой моя является. Это книга «Пяти колец» Миямота Мусаси. Талисман есть сегодня, да, это подарок президента моего. Это буддийские четки. Здесь горный хрусталь и тигровый глаз. Ну, это для духа, для чистого, для светлого ума. То есть по буддийским поверьям это является таким, как бы, чистым символом, который… Вот я золото, ничего не ношу мне. Я устаю от него, мне это не нравится. А вот эти вещи, как бы, я ношу постоянно, и мне нравятся. Видимо, они подходят мне.